Совместный платеж почему в Госдуме решили снизить ипотечную нагрузку для должников 19 февраля 2019 года, 17.53 Михаил Калмацкий Государственная Дума приняла закон, предусматривающий изменение условий взимания штрафных сборов с должников по ипотеке Согласно документу, общий исполнительский сбор за нарушение условий договора не должен превышать 7% Эксперты полагают, что данная мера положительно скажется на рынке жилищного кредитования России Более того, по словам аналитиков, позитивный эффект удастся усилить за счет реализации другой инициативы Временного освобождения от выплат по кредиту людей в трудной жизненной ситуации Как может при этом измениться российский ипотечный рынок в материале Во вторник, 19 февраля, депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий снизить размер штрафных выплат для должников по ипотеке В соответствии с новым положением, исполнительский сбор за нарушение условий кредитного договора отныне не должен превышать 7% Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время должники по ипотеке обязаны возвращать банку не только сам кредит вместе с процентами, но и заплатить исполнительский сбор При этом в случае оформления кредита на двух и более лиц сбор в размере 7% выплачивает каждый из заемщиков Зачастую это не маленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей Принятый нами закон эту норму отменяет Теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых, отметил Володин Председатель Нижней Палаты Парламента также сообщил, что закон полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам Один из авторов законопроекта, председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе С.А.Т.E. отметил, что прежний общий размер исполнительских сборов порой превышал первоначальный взнос по ипотечному кредиту и становился серьезным финансовым временем для должников Сейчас нагрузка в виде сбора за взыскание задолженности уменьшается более чем в два раза Очевидно, что это будет серьезная поддержка наших граждан, пояснил Аксаков Как объяснил А.Т. Руководитель аналитического департамента компании Международный финансовый центр Роман Блинов Основная цель принятого закона заключается в увеличении количества выданной россиянам ипотеки и создании более доступных условий для получения жилищных кредитов в стране Усиленный эффект Как полагает вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов, утвержденная Госдумой мера, безусловно, положительно скажется на рынке жилищного кредитования РФ Вместе с тем, по его словам, наибольшего эффекта удастся достичь в случае предоставления гражданам ипотечных каникул Дело в том, что потери при кредитном дефолте существенно больше В настоящее время рассматривается другая инициатива, способная оказать более серьезную поддержку людям, попавшим в трудное положение Это возможность временного освобождения от выплат по кредиту, отметил Самойлов Также по теме Временная передышка Ипотечникам могут предоставить отсрочку по платежам в связи с трудной жизненной ситуацией Законопроект о бипотечных каникулах может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, вероятно, до 1 февраля Об этом в разговоре с RT Законопроект о бипотечных каникулах в настоящее время готовится к внесению в Госдуму Документ предполагает, что получатель ипотеки, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в банк с просьбой отсрочить платежи по кредиту Для этого необходимо, чтобы сумма займа не превышала 10 миллионов рублей, а с момента оформления ипотеки прошло больше года При этом на отсрочку могут претендовать лишь семьи, чей среднемесячный совокупный доход за последние три месяца уменьшился не менее чем на 30% по сравнению с доходом на момент заключения ипотечного договора Вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что законопроект о бипотечных каникулах может быть принят уже весной 2019 года Президенту эта идея была озвучена в ходе недавнего президиума госсовета в Казани, и он ее поддержал Я думаю, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию, но, разумеется, нам надо еще раз более углубленно поработать эту тему, цитирует ТАС Виталия Мутко По оценке первого зампреда Банка России Сергея Швецова, введение отсрочки платежей не должно привести к увеличению стоимости ипотеки Об этом представитель регулятора заявлял ранее в ходе ежегодной встречи банкиров с руководством ЦБ Как объяснила А.Т., вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Раченко, ипотечные каникулы выгодны самим кредитным организациям В случае появления просроченной задолженности банком, в соответствии с регламентом ЦБ, приходится формировать резервы, что создает дополнительные расходы Но если заемщик возьмет временную отсрочку по платежам, то формировать резервы не придется, отметила Раченко По данным ЦБ, российские банки в 2018 году выдали ипотечных кредитов на общую сумму 3,13 ТРЛН рублей, в 1,5 раза больше, чем в 2017 При этом совокупная задолженность физических лиц по ипотеке на начало 2019 года достигла 6,37 ТРЛН рублей Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых Пока в текущем году, даже несмотря на повышение ставок по ипотеке, мы не замечаем заметного снижения реального платежеспособного спроса Но если повышение продолжится и дальше, можно прогнозировать отток покупателей, отметил Олег Самойлов Впрочем, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, ставки по кредитам и ипотеке могут снизиться к концу 2019 года вслед за снижением ставки ЦБ Об этом он заявлял на полях Всемирного экономического форума ВФ в Давосе Руководство страны уже говорило, что рассматривает недавнее повышение ипотечных ставок как временное и краткосрочное явление Естественно, если ставка ЦБ будет снижаться, то ипотечные ставки также пойдут вниз Отметил в разговоре С.А.Т. старший вице-президент Банка Открытия Андрей Карасев Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает снижение среднего уровня процентной ставки по ипотеке к 2024 году до 7,9% При этом количество предоставленных кредитов должно вырасти с планируемых 1,56 млн в 2019 году до 2,26 млн в 2024